22 февраля вышла гарнитура PlayStation VR 2, которая предназначена для использования с консолью PlayStation 5. Виртуальная реальность казалась следующим логичным шагом в развитии игровой индустрии, но почему этот скачок так и не случился? Технологические тенденции делают очередной резкий виток. Если год назад вся планета сходила с ума от идеи метавселенной, то сейчас все увлеклись нейросетями и интеллектуальными помощниками, которые то картинку нарисуют, а то и курсовую напишут за минуту. Интерес к виртуальной реальности, которую все считают фундаментом метавселенной, будто бы идет на спад. Мета, как лидер рынка VR, пересматривает свои миллиардные убытки и планы развития направления. На этом безрадостном фоне выходит вторая долгожданная версия PSVR, набора виртуальной реальности для игровой консоли PlayStation 5. И давайте попробуем разобраться, какая участь ей уготована и что вообще сейчас происходит с индустрией VR, а в простонародье и блеватронов. Виртуальная реальность явление, мягко говоря, не новое, но до середины прошлого десятилетия ей никто сильно не интересовался. Ситуация начала меняться в 2012 году, когда молодой американец Палмер Лаки собрал у себя в гараже прототип шлема виртуальной реальности из уже доступных компонентов. Проект заметил Кармак, автор легендарной серии Doom, и взял все это дело под свое крыло, а уже через два года молодую компанию за 2 миллиарда долларов купила Facebook. И после этого все закрутилось и завертелось. В 2016 году вышло первое устройство Oculus. Тут же подоспели конкуренты, появились первые игры и начались фестивали, а индустрия начала понемногу цвести. Но прорыва так и не произошло, просто потому что это было недешевым удовольствием. Шлем за 500 долларов нужно было подключать к мощному игровому компьютеру, который стоил примерно 1000 долларов, а тратить такие деньги были готовы немногие. Рынок VR сделал гигантский рывок во время пандемии в 2020 году. Глобальный локдаун совпал с выходом шлема Oculus Quest, который стоил несколько сотен долларов. Ну и самое главное, не требовал никакого компьютера и работал сам по себе. Потребители, изголодавшиеся по новым ощущениям, ринулись их покупать и продажи быстро пошли вверх. Рынок зацвел, а в воздухе начало пахнуть метавселенной. Марк Цукерберг на радостях даже переименовал Facebook в мета и объявил, что скоро мы все будем в Матрице. То есть в этой самой метавселенной. VR-индустрия так и не родила сколько-нибудь значимых хитов. В первую сотню игр пользователи наигрались и успокоились. На фоне глобальных потрясений 2022 года виртуальная реальность отошла на второй план, а игровые студии и крупные IT-компании, которые растились на пандемийном хайпе, провели массовые увольнения. Прекращает существование и популярное сообщество Altspace, купленное в золотые годы Microsoft. У Microsoft теперь новая игрушка, это чат-боты на нейросетях. А онлайновые VR-сообщества, которые делали сотрудники Facebook, настолько плохо продуманы, что они сами же отказались ими пользоваться. В общем, фиаско за фиаско. Возможно, когда-то и будет та самая метавселенная, в которую мы будем загружены как в Матрицу. Но, к сожалению, всю эту идею нагрели шарлатаны от крипты и NFT. Идея о том, что мы все будем обитать в одном прикольном виртуальном пространстве, обречена на провал. Но до реализации идеи еще далеко чисто по технологическим причинам. Лишь единицы готовы носить тяжелый неудобный шлейф, у которого через пару часов садится батарея. Но еще быстрее начинают болеть глаза и кружится голова. Эту проблему отметил и сам Цукерберг в одном из своих пандемийных публичных выступлений. Он сравнил VR с мобильной революцией. И сравнение было не в пользу новичка. Когда Стив Джобс в 2008 году показал миру первый айфон, он просто соединил уже существовавшие на рынке вещи. Это сенсорный экран, батарейку, микрочип и так далее. Нужно было только объяснить пользователям, что кнопки им больше не нужны. И уже через два года вся планета забыла про обычные телефоны. Но для того, чтобы шлем весом в полкило стал размером с обычные очки, нужно сразу несколько технологических прорывов. Для этого необходимы радикально новые микрочипы и сверхминиатюрные батареи. В общем, десятки революций и все в одном. В той памятной речи Цукерберг призвал всех ему поверить и немножечко подождать. Пандемия закончилась, люди отвлеклись и начался виток другого хайпа. И про VR все забыли. Перейдем от грустного к приятному и давайте наконец узнаем, какие игрушки нам подготовили в новом Блеватроне от PlayStation. Это спин-офф серии видеоигр Horizon, которая пока состоит из двух частей. Можно будет еще внимательнее разглядеть причудливый мир, в котором уживаются племена, вооруженные копьи и грозные механические звери. Это экранизация тематического парка Galaxy. Сыграть нужно будет за механика дроидов, которая отстреливается от врагов и бродит по закоулкам планеты Бату. Что интересно, но предыдущие игры этой серии выходили на Oculus. Это обновленная хоррор-игра 20-го года специально для VR2. Заснеженная восточноевропейская деревня с упырями, куклами и очень высокой вампиршей леди Дмитреску станет еще страшнее. На подходе и другие интересные устройства. По слухам, летом Apple наконец-таки выпустят свои очки, которые якобы называются реалити и к которой много лет откладывались. Но опытные аналитики пророчат, что звезды могут все-таки сойтись. Также в конце года появится бигскрин. Это уже настоящие очки, нежели какой-то огромный шлем. Так что еще годик или два и человечество обретет очки с нахлобучкой. Затем очки поменьше, а потом лет так через 5 или 10 просто очки. Тогда, глядишь, и мета-вселенная по-настоящему случится. Их хорошо бы без NFT. Но самое главное это то, что все циклично. И очередной кризис VR точно переживет. А там, глядишь, и светлое будущее не за горами. Пишите в комментариях свое мнение. А также не забывайте ставить лайк и подписываться на наш канал. Всем спасибо и всем до скорого.